Всю свою жизнь я посвятил только теме человека. Вообще я занимаюсь моделью жизнедеятельности на планете Земля. Как человек должен жить на планете Земля. И так случилось, что настраивался на государственную службу, когда был юным и молодым. Москвич я, в Москве родился. Все прошел. Образование юридическое, в армии было, все понятно. Спорт, музыку, все прошло. Но суть заключается в том, что как-то так уже лет 26-27 уже стала тема появляться человек. И вот до сегодняшнего дня, мне сейчас 80 лет, я занимаюсь темой человека. Что нам показывает история человеческого рода? Нам история человеческого рода показывает, что самым слабым звеном у всех народов, вообще у человечества, оказалось образование. Это самое слабое звено оказалось. Образование свою функцию не выполнило. Она не нашло тот оптимальный вариант образовательной системы, которая, в общем-то, могла бы сегодня дать человечеству, скажем, ответ, Каким должен быть, какая должна быть система образования на планете Земля для человечества. Если человечество не образовано, не образовано, вот, то оно будет давать какие-то плоды негодные. И вот я благодарю Бога, что Господь меня призвал в свою церковь, потому что, я говорю, я настраивался исключительно на государственную деятельность, на государственную деятельность. Вот, даже амбиция была стать правителем государства. Я просто вот осмысленно к этому шел, учился, образовывал себя. Все прошел, работал во коеме профсоюза работников просвещения высшей школы научных учреждений, в иностранной юридической коллегии работал, ну и так далее. Вот, да. И вот, пройдя все это, вдруг неожиданно я перешел в церковь, и в церковь я получил окончательные ответы на все мои вопросы, на все мои проблемы, которые меня мучили. Я каждый день пишу, каждый день, вот, чтобы к вам прийти, вот, я тоже вот написал тетрадку такую. Да, и каждый день пишу, там, 30, 40, 50 страниц могу в день написать. У меня библиотека, моя личная библиотека, 14 тысяч книг, примерно, 14,5 тысяч книг. Где есть все темы, которыми занимается человечество, все темы, все. То есть, разведка, разведка, дипломатия, дипломатия, законы, законы, правоведение, здравоохранение, все, любая тема, игрушки, шахматы, все, любая тема. И я благодарю Бога, что я не сложился в узкой специализации. Вот эта тема будет, наверное, сегодня фундаментальной для того, о чем я буду говорить. То есть, я против, категорически против узкой специализации, категорически. И вот мне пришлось прикоснуться ко всем вопросам, что касается моего тела, например. Я занимался акробатикой, всеми видами легкой атлетики. Я занимался боксом, вольной борьбой, прыгал с трамплина, плавали и нырял, и так далее, и так далее. Футбол, в спартаке играл, волейбол, баскетбол, теннис, маленький, маленький, и так далее. То есть, вот все. И музыка там, с 5-6 лет, я уже играл хорошо на музыкальных инструментах, рано очень начал играть. Вот, ноты не знаю, ноты не знаю. И вот, значит, пройдя все это, потом наука началась, наука. Вот, писал кандидатскую науку, кандидатскую работу, да, и так далее. Вот, все, что есть сегодня на земле, я ко всему прикоснулся. Я исповедовал людей, приговоренных к расстрелу. Я был в колонии, где женщины за убийство. Вот, я был в реанимации, где расчлененных людей видел, расчлененных людей. Вот, все, что я сейчас сказал, расчлененные, колония, реанимация, расстрел, все это дети школы. Вот это очень важный момент. И вот, на сегодняшний день, прикасаясь к любой империи, которая когда-либо была, к любому царству, которое когда-либо было, королевству какому-либо, вот, царству, мы видим все время, что человечество несовершенно. Человечество не пришло в какое-то оптимальное качество своей природы. И вот, если бы я в церковь не пришел, я бы не услышал самого главного. Что Бог от нас ожидает? Ну, ожидает от нас, сейчас мы скажем, что Он ожидает, но самое главное, что сегодня к любой теме, которой мы с вами прикоснемся, к любой теме, мы не находим ответов на вопросы. Нам наука сегодня, то есть, это рассудочная деятельность людей, говорим, интеллектуальная деятельность, она не дала нам ответ на самые фундаментальные наши вопросы. Это не проблемы, а вопросы. Какой фундаментальный, самый главный вопрос? Самый фундаментальный вопрос. Откуда вообще взялась эта жизнь? Откуда появилась клетка? Вот я читаю каждый день физику, химию, биологию изучаю, слушаю лекции лауреатов Нобелевской премии, наверное, все книги лауреатов Нобелевской премии у меня есть. Никто сегодня на этот вопрос ответа не даст нам. Все, никто. Модели разные есть, разные есть подходы, но мы не знаем. И вот только когда я уже пришел в церковь и прикоснулся к текстам Священного Писания, там все просто и ясно написано. Кто сотворил мир, когда сотворили мир, как он творился мир, что зачем шло. Наука, кстати, не отрицает того, что в Библии написано. Последовательность, иерархия, что зачем шло. Очень важный момент. И вот это все, то, что я сейчас говорю вам, это все предварительно. Но предварительно мы должны сказать, чтобы подвести итог всего, о чем я сейчас сказал в первой части, заключается в том, что человечество не сумело за свою жизнь освободиться от болезней, от преступности, от распадов браков, от половых извращений, от революций, от войн, от алгоголизма, от наркотиков, от мата, от табака. То есть мы говорим, что мы образованные люди, и вдруг я разговариваю с человеком и говорю, скажите, пожалуйста, вот зачем вы, вы имеете образование? Да, я умею высшее образование. А вы? А я доктор наук. Хорошо, вы доктор наук. Смотрите, вы курите. Смотрите, на сигарете написано, курение – это смерть. Вы хотите умереть? Вы – самоубийца? Я даже придумал такие вещи, например. Смотрите, человек заранее берет сигарету и начинает курить, на которой написано, курение – это смерть. И дальше я придумал такие вещи. Одному еду, меня везет на машине один бизнесмен, я еду на большую такую встречу, я Лапанфилова проводила. И вот я, значит, еду в Ярославль, это было, и бизнесмен меня везет такой, и у него, значит, сигареты. Я говорю, вы самоубийца? Он говорит, вы что говорите вообще, батюшка, я бизнесмен, я богатый человек, я говорю, вы самоубийца? Дальше, а с чего вы взяли? Я говорю, ну, смотрите, вы курите. Ну, и что, что я курю? Смотрите, что написано. Курение – это смерть. Смотрите, что вы делаете. Умри, не хочу, умри, не хочу, умри, не хочу. Вы знаете, он останавливает машину, берет эту пачку, ее сложил, свернул, из машины выбросил, сказал, зараза, больше не прикоснусь. И больше не стал прикосаться. Вы понимаете, мы на сегодняшний день понимаем, что вот что-то с образованием, образование не доложит чего-то, оно не образовало тех, кто проходит через систему образования. Вот это очень важный момент. И в самом образовании имеется корень образ, и вот этот корень образ на сегодняшний день, мы в образ какой-то не вошли, у нас нет эталонного образа. Нам нужен эталонный образ. Вот эталонный образ. Какой образ мы должны привести того, кого мы называем учеником? Когда мы говорим о школе, мы здесь немножко, наверное, что-то путаем. Потому что есть точно совершенно, точно есть совершенно материнская школа. Есть точно отцовская школа. Есть точно родовая школа. Дяди, тети и так далее. И вот только тогда, когда эта школа сработала, когда эта школа сработала, хотя наш двор это тоже школа, наша улица это тоже школа и так далее. Но вот когда эта школа сделала свое дело, тогда мы переходим уже в другую систему школы. Да, вот детский сад, мы говорим. В советское время были ясли. Да. И дальше пошла у нас начальная школа. Очень важно, нельзя отделять. Вот детский сад, вот точно, США. Вот начальная школа, точно. И дальше пошла основная школа. Основная школа пошла, понятно, до 9 лет. И 10-й класс, повтор 9-го класса. 10-й, 11-й класс, повтор 9-го класса всей школы. Подготовка уже. Все. И вот здесь получается у нас нечто. У нас нечто получается, то, что у нас не получается. Оказывается, на каждом уровне нужно что-то поставить. Вот я ввожу слово из музыки, поставить. Поставить. Почему я сегодня пришел в вашу школу? Если бы это была обычная школа, я не пошел бы. Единственная мотивация и основание было того, чтобы я пришел именно в ваше пространство. Ваше образовательное пространство. Только то, что у вас один руководитель. И следующий момент, что это интеграция детского сада до школьного образования, начальной школы и основной школы. Только поэтому я пришел. Если бы это была обычная школа, я в школу уже сейчас перестал ходить. Потому что это бесполезно. Почему бесполезно? Потому что стандарт образования. И стандарт образования, он нам не дает возможности ничего сделать. Вот он как есть, так и есть. И мы его зазубрили. Вот как в цирке зазубрили звери, что они должны делать. И мы тоже так же. И мы никуда шага в сторону. Потом через несколько лет скажут нам. Это стандарт был ошибочный. Это неправильный был стандарт. Простите, а сколько уже погублено детей. Так вот, где смысл всего системы образования? Где он смысл? Смысл. Вот. Мы задаем простой вопрос, элементарный вопрос. Какая цель образования? Громко говорим. Подумаем. Смотрите. Воспитание. Какое цель образования? Цель образования. Вы видите? Заученные слова. Гармоничная личность. Да если гармоничная личность была бы, понимаете, не было бы у нас преступников. Если бы гармоничная личность была, у нас не было бы. Четыре человека, замминистров обороны, сейчас выгнали. И на них заведут уголовное дело. Четыре человека сразу. Четыре замминистра. Начиная от министра. И самого министра. Министра обороны. Если бы мы на сегодняшний день понимали, сколько сажают каждый день этих генералов, адмиралов, руководителей. Каждый день. Президент не успевает просто подписывать эти документы. И вот на сегодняшний день у нас исчезла простая элементарная вещь. Каждый новорожденный, который рождается на земле, цель и смысл земной жизни. Задаю всем вопрос. Цель и смысл земной жизни. Разговариваю с самими людьми различными. Академиками, юристами. В чем цель и смысл земной жизни? Как? Сохранить жизнь. Цель и смысл земной жизни сохранить жизнь. Чего? Нашенький человек. Да. Главное путь. Вы знаете, в чем сегодня будет напряжение у нас? С вами никто не разговаривает. Вам никто не задает вопрос. Вы сегодня передаете свой опыт детям, передаете, вы свой опыт уже передаете в рамках стандарта образования. А с вами никто не разговаривает. Нам нужно ответить на сегодня и сегодня на простые элементарные вопросы. На элементарные вопросы. И когда мы знаем, мы взрослые знаем эти элементарные вопросы, если мы их сами прошли уже, вот, тогда мы можем что-то дать уже тем, кто нас завтра сменит. Итак, первое, начало всех начал. Зачем мы приглашаем детей в школу? Зачем мы детям должны дать образование? Зачем? Передать опыт. Громче. Передать опыт. Передать опыт. Накопленный опыт. Смотрите. Мы говорим об обучении, мы говорим о воспитании, передаче опыт. Это что за уровень вообще передачи информации? Это информация. А мы говорим с вами, что ЗУН, знание, умение, навыки. А мы все время говорим об информации. Сейчас мы с вами сидим здесь, находится, у нас информационная встреча. Это только обучение. Обучение информационная часть. Мать говорит ребенку, не подходи к газу. А ребенок не знает, что такое газ, он не знает, что делать. Когда он обожжется, тогда он все, он воспитался. Задаем простой вопрос, элементарный вопрос. Элементарный вопрос отвечает. Скажите, пожалуйста, чем брак отличается от семьи? Это одно и то же? Нет. А что, брак и семья? Ну, брак это может быть выключен, ну, разный, там, эффективный. А семья это семья, где дети, предки, где идет воспитание. Слово семья что означает? И слово брак. Смотрите, бракованный. Зачем вступать в брак, бракованный? А семья-то слово что означает? Семья. Что? Семья. Семья. А восемь я? Восемь. Вы понимаете? Простая элементарная вещь. Но так как вам пришлось меня очень долго ждать, я хоть должен чем-то отплатить вам. Брак это нарушение девственности. Девственность теряем, брак. Женщине дал Господь девственность. Потому что женщина воспроизводит род человеческий, и мужчин, и женщин, и Александра Македонского, понимаете, и вора в законе. Женщина воспроизводит. Вот чем вопрос. Их женщину нужно совершенно по-другому готовить в этом мире. Вообще по-другому. К ней должно быть особое отношение. Но сегодня у вас в детском саду и в школе есть не только девочки, но и мальчики. С мальчиками только девочки должны заниматься? Конечно нет. А как быть сегодня у нас, если у нас сегодня разводов больше, чем браков? Абортов больше, чем рожденных детей? А больных больше, чем здоровых? Как быть? Поэтому на сегодняшний день мы говорим с вами, что такое брак. Брак – это союз мужчины и женщины. Все. Вот и все. Союз мужчины и женщины. Это союз. А семья что такое? Мужчина сеет семя в лоно женщины. Вот и все. Я на это положил, наверное, лет 40 жизни, чтобы понять, что это такое. Но сегодня в любой аудитории я нахожусь, никто даже не может ответить, чем отличается одно от другого. А мы преподаем сегодня, мы готовимся сегодня к чему-то. И вот на сегодняшний день мы говорим, зачем мы пригласили детей в систему образования. Зачем? Для какой цели мы пригласили детей в систему образования? Обязательного образования. Если мы не возьмем детей под свою крылоту, тогда мы контролировать просто мир уже не сможем. То есть дети будут расти в непонятном направлении. Ваше имя как? Кать, во все века до 19 века никто ни в какие школы не ходил. Когда Петр Первый заставлял дворянских детей отправляться за границу учиться, родители за них, у которых насильно забирали детей, молились как за умерших. Как за умерших молились. Образования государства не было. Оно возникло очень поздно, примерно в 14 веке в Италии. Когда началась эпоха Возрождения. Смотрите, что получалось. Ребенок рождался. Ребенок рождался. Он уже был в утробе, этот ребенок. И он уже слышал разговор. Понимаете, вот как только зачатие совершается, зачатие совершается не на каждом половом акте. Оно совершается на ком-то. Кто-то регулирует зачатие. Вот кто-то регулирует. Еще одна тема очень важная. И у нас с вами мы родились, а наши братья и сестры не родились. И вот как только совершилось зачатие, душа уже у ребенка есть. Душа есть. Поэтому аборт это всегда убийство. Я вот учился принимать роды. Учился принимать роды. Все, я хорошо понимаю сегодня. Что такое 20 лет нашего образования сидячего. Мы сидим 20 лет. И не могут женщины родить. Тазы не работают. Таз не работает. И делают укол, чтобы она вытолкнула ребенка. Она не может даже вытолкнуть ребенка. Поэтому зачем мы пригласили детей в систему образования? Зачем пригласили? Неважно. Пожалуйста. Для того, чтобы подготовиться к дальнейшей жизни. Дальнейшей жизни. Уточним. Вы знаете, последние будут первыми. А первые могут быть последними. Идеально. Ответ идеальный. Мы пригласили детей в школу, чтобы подготовить их для взрослой, самостоятельной, эффективной жизни. Вот в чем вопрос. Все. Больше ничего. Никакие оценки не имеют значения. Двойки, тройки, колы, все приятели мои. Это не имеет никакого значения. Надо подготовить ребенка для взрослой, самостоятельной жизни. Назовем, что такое самостоятельная жизнь. Несение функции своей. Как только мы вступаем в брак, мы уже способны размножаться. Все закончилось. Мы смотрим на одуванчик. Одуванчик. Красивый желтый одуванчик. Сорняк. Я вот сорняками занимаюсь, например. Если вы хотите, чтобы у вас были помидоры такие хорошие, огурцы были. Наберите весной одуванчиков побольше. Положите их в бочку. Залейте водой. Пусть она у вас там дней 10 постоит. И обливайте все этим. Поливайте помидоры, огурцы. У вас будут такие вот. Кстати, потом заплатите мне. Не знаю, что я вам полю. Вот. Да. Понимаете? Вот сорняки, тема сорняков. Вот чем выше болезнь онкологии 4-й степени, нужно подобрать сорняк. Сорняк подобрать какой-нибудь. И все, и не будет онкологии. Поэтому сегодня мы немножко о другом. И так мы приглашаем детей, чтобы они не болтались, как говорится. Не болтались где-то там. Потому что когда люди жили в сельской местности, что они делали в сельской местности? Они сами производили пищу, которую они ели. Вот чем делают. Они сами производили обувь, которую они носили. Они сами производили одежду, которую они носили. И сами строили дом из того материала, который был на этой территории. Вот о чем разговор. и я пришел сегодня к вам сюда в школу только потому что вот в ваша система мне просто вот близко я просто торжествую я внутри у меня торжество что у вас вот такая система а теперь смотрите 9000 человек входит вашу систему из них 1200 вот людей связанных скажем системой образование и вот 9000 людей так я правильно понимаю да где-то 10 с половиной смотрите 10 с половиной умножаем это хотя бы в два раза еще 20 прибавляем 10 20 это родители как минимум ну бабушка и мама мама и муж мать и отец допустим ну хотя бы хотя бы два раза 20 30 тысяч человек 30 тысяч человек вы связаны через 15-20 лет можно вот это 50 тысяч людей которые здесь живут 50 тысяч которые живут в этом микрорайоне в этом микрорайоне поменять и стать вообще другое дело то есть у вас сегодня площадка для инновации у вас сегодня площадка для того чтобы можно здесь было бы такой эксперимент вести вам нужно заручиться взять где-то заплатить что угодно сделать чтобы вам дали эксперимент чтобы вас освободили от чего-то от лишних там нагрузок к по контролю и дали немножко денег лишних там и так далее так далее чтобы вам не мешали работать надо эксперимент эксперимент да поэтому да вот я почему пришел я почему пришел потому что я вижу что вот можно на сегодняшний день а в большом городе который называется вот скажем городская среда да да там ничего не получится там не получится ничего потому что ничего не вы не вы так вот когда люди жили в сельской местности когда они жили в сельской местности он только зачат был он уже слышит разговор я просил некоторых женщин которые носили детей говорю слушайте заводите вот музыку такую например ну церковное песнопение и когда дети рождались дети рождались как они только слышали это песнопение у них такая была радость такое веселье было я пробовал эти эксперименты такие про эти эксперимента вот это очень важный момент то есть ребенок все уже слышит уже знает все вот одного одна женщина спросила с какого времени ты себя помнишь она говорит я помню себя с десяти месяцев она мне за осталось на всю жизнь память это были еще в 90-е годы где я служил в иваново вот здесь ими я рыда не может быть здесь и месяц она говорит я вам говорю здесь и месяц что в этот день произошло когда у нее открылось сознание мать и отец разводились они так ругались они так ляли друг друга эти ученики школы выпускники школы что у нее сознание открылось в 10 месяцев у ребенка и потом она говорит я рассказывал вам своей матери вот вот такая вот штука она все точно так и было так и было мы разводились интересный момент поэтому на сегодняшний день к чему бы мы с вами не прикоснулись мы должны сказать кого мы выпускаем плоды какие плоды у нас плоды какие плоды смотрите вы не думаете что в колониях люди сидят страшные у убийцы они ужасны вот я исповедовал человека который изнасиловал пятилетнюю девочку она умерла отсидел за это вышел девятилетнюю изнасиловал и она умерла посмотрите его расстреляли и вот мне пришлось с этим человеком общаться понимаете я видел таких преступниц когда они только появлялись в колонии начальной колонии говорил за что мне такое наказание это женщины это женщины значит система образования не выполнила свою функцию она не выполнила свою функцию и так первое действие которое мы должны знать хорошо понимать мы не должны сисюкать с ребенком мы не да мы должны точно к ребенку относиться как будущему учителю будущему инженеру будущему правителю президенту королю царю и так далее так далее я даже детей маленьких называю на вы понимаете на вы называете что а кто знает какие он будет патриархом там и епископом или президентом поэтому вот чем дело кого мы не надо зажимать ребенка не надо и так что вы должны сделать мы должны на мой взгляд на первый момент сделать хорошую диагностику надо знать диагностику какой ребенок на пришел с кем мы имеем сегодня дело и дальше на протяжении 11 лет плюс детский сад мы должны это время исправить что у него плохо освободить его от плохого ненужного и дать ему то что ему нужно будет в жизни в дальнейшем а стандарт образования нам это не позволяет тогда мы сразу вводим с вами вводим фундаментальное понятие для нас для нас рабочие мы вводим дополнительное образование и вот дополнительное образование способно вытянуть то что мы не можем дать стандарте образования основного и вот когда я увидел вашу школу именно с такими возможностями которые я увидел эти возможности я увидел что у вас все есть сегодня у вас есть основание сегодня сделать лучшую школу в россии лучшую школу россии вот это очень важный момент она не получится за один год сухомлинский поменял четыре состава четыре состава поменял пока он достиг того что он хотел вот это очень важный момент баянист щетинин михаил петрович баянистом был в школе а потом начал потихоньку заниматься с детьми в корскость у скором времени стал академиком лучшая школа которую я видел своей жизни лучшей школы это текоз в краснодарском крае и вот занимаясь этим делом занимаясь там школами фрэне там допустим в германии был там школа фрэне там у них там для и для турок допустим да или там другие какие-то школы марии мантесори там все это марии мантесори школа для бедных детей это совершенно другое поэтому сегодня мы первые должны понять что нам нужно готовить этих детей для будущей взрослой жизни но в какой-то момент мы с вами почувствуем что с этими детьми что-то не так мы вроде вкладывали не все хорошее и замечательное мы их мотивировали на положительные поведения и вдруг они начали что-то вести себя не так а когда мы их встретим после выпала выхода из школы мы увидим что у них совсем не так а когда мы увидим что у них браки не сложились что у них нет детей например нет детей и он впал в зависимость от смерти от алкоголя от наркотиков тогда мы понимаем что что-то не так что-то не так то есть одного информационного образования недостаточно одного информационного образования 20 лет сидеть за парты и просто слушать все время слушайте слушайте слушать третий момент который меня привлек в этой школе дети должны на мой взгляд быть в школе целый день целый день должны быть они уходить должны они обязаны все учиться на отлично как у сухоминского все заканчивали школу все только на на отлично 10 класса выходил у него выпускной все были отличники круглые отличники лучшие в европе школы в 70-е годы в 60-е годы чем сухоминского не было и вся европа я ездил к нему учиться простые сростки простые деревенскую школу поэтому на сегодняшний день огромное количество вопросов у нас как их разрешить можно их разрешить или нет можно разрешить можно разрешить например если вы будете кормить плохо детей дети будут больными а как вам хорошо их кормить если мы в системе урбанизации употребляем пищу из-за магазинов как быть поэтому когда дети когда люди раньше трудились в среде в природной среде и эту пищу они сами себе готовили они ее выращивали сами из своего из своих зерен и своих вот скажем семян сегодня даже семян нету людей семян даже нет мы покупаем все семена в мировом таком скажем вот бренде который владеет один человек мультимиллионер миллиардер вот такая штука интересная значит мы должны понять из чего складывается вот этот ребенок если он только родился еще только родился новорожденный он индивид он принадлежит виду человекообразных а что мы должны с ним сделать за систему образования что вы должны сделать ну такое слово известное очень которым мы пользуемся каждый день если мы сейчас снова с каждого образовать это немножко не так что мы должны сделать с ним мы должны оккультурить ребенка моего оккультурить должны через образование оккультурить должны его а какое образование мне надо научиться писать это образование конечно образование мне научиться надо есть конечно образование если я ем и запиваю каждый проглоченный кусок водой то это не образование. Значит, меня не образовали, как правильно питаться. Не приведи вас в господи. Ваша соляная кислота в желудке, она размоется и уже не будет качественной переработки пищи. Запивать пищу нельзя. Воду надо пить до принятия пищи. До принятия надо пить. Обязательно. Причем хорошо бы, если горячую или теплую воду. Хорошо бы там с лимоном. Поэтому все требует образования. Все требует. Брачная жизнь требует образования. Конечно, надо. Кто готовит нас для брачной жизни? Чтобы зачать ребенка, нам нужно образоваться. Есть дни, когда нельзя зачинать детей. Кто нас образовал? Кто нам об этом сказал? Вы понимаете? Вот очень хорошо. Как ваше имя? Как? Лен. Вот очень хорошо. Потому что сегодня говорят, вот семья должна что-то делать. Где семья? Когда у нас живут в одной квартире мама без мужа, бабушка без дедушки и прабабушка без прадедушки живут. И маленькой девочке говорит, твой отец подлец, твой дед негодяй, а прадед про него говорить нечего. И она вырастает и думает, что все мужчины это подлецы и негодяи. Да не так же это. Я исповедую людей бесконечно. Бесконечно. В аэропортах, в самолетах, в поездах, везде, где я бываю, везде исповедую людей. Понимаете? И мне открыт внутренний мир каждого человека. Это немыслимо просто. Что внутри нас? О чем мы не скажем ни мужу, ни жене никогда не скажем. Даже родителями то не говорили все. Если бы родители наши знали, кто мы и какие. Они бы нам сказали традиционно, что обычно говорят, лучше, чтобы я тебя не рожала. Да. Да. Даже матери, материнская школа даже не знает, что если она сказала, что дурак опять получил двойку, если она сказала дурак, она прокляла ребенка. Вот какая штука интересная. Прокляла ребенка. Дурак. Смотрите. Я сейчас вам открою тайну, о которой все мы прикоснулись. Мы играем в карты. В дурака. Не в умного. Ты дурак. А теперь бабушка, ты дура. Ты козел. А ты пьяница. Ребенок 6 лет. Он не знает даже вкуса вина. Он еще не знает. А ему уже говорят, ты пьяница. А ты козел. А ты дурак. Это что такое? Это что за система образования? Это материнская школа. Бабушка это тоже мать. И прабабушка тоже мать. А тетя тоже мать. И дядя, и отец. Поэтому сегодня есть изначальные моменты, которые на вас свалились. Потому что вы не знаете, например, как было зачатие совершенно, в какой день. От кого? Да. Я с одной девочкой разговариваю, говорю, сколько у тебя было мужчин? Она говорит, 726 человек. Я считаю. От кого? Да. Говорит, не помню. Поэтому на сегодняшний день мы говорим не только о наших людях, которые сегодня живут. Екатерина II имела 9 мужчин. Болезнь у нее такая была. Возводили этих молодых людей в генералы. И она вот какое-то время пользовалась их возможностями. Но была прекрасная царица, которая расширила так нашу территорию, как никто другой. Именно Екатерина II. Ничего не боялась. Смелость была потрясающая. В том числе она сумела присоединить Крым к России. В том числе. Никого не боялась. Всех. Все просто. И одни победы были. А на личном уровне несчастнейший человек. Она вступила в брак за Петра III. Включила. Он ее родственник был дальний. И вот примерно через 7 лет Елизавета, мать этого Петра, говорит ей, ты почему не рожаешь детей? Она говорит, матушка, я еще до сих пор девица. 7 лет прожили, он даже не касался. А он гулял направо и налево. Вы видите, какая жизнь. Что мы сегодня видим в подтверждении того, что я говорю, доказательная база? Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, интернет нам дает обо всех столько грязи, о любой личности. Наполеон, там, там, Сталин, там, все, столько пишут, всего. А мы все дети школы. И материнская, и отцовская, и родовой школы. Мы все дети школы. Значит, школа должна что-то сделать. И вот вы сегодня, только вы сегодня имеете возможность в этой системе интеграции, в вашей модели интеграционной, вы имеете возможность сегодня сразу проследить ребенка от начала до выхода. От прихода к вам до выхода. Это просто идеально. Идеально. Итак, возвращаемся назад, на мой взгляд. Сначала нужна диагностика хорошая. Нужна хорошая диагностика детей. Второе. Нужна диагностика родителей. Нужна диагностика родителей. Вот нужно правильные вопросы задать родителям и выяснить, кто такие родители. Какой брак? Да. Второй, третий, пятый. Какой муж? Какая жена? Какие болезни? У детей будут эти болезни. Может, есть зависимость. Подходит женщина и говорит, я хочу развестись с мужем. А почему вы хотите развестись с мужем? А он алкоголик. А скажи, пожалуйста, ты когда вступала в брак, он выпивал? Да, он выпивал. А почему ты вступила в брак, если он выпивал? Тебе же рожать детей. Воспроизводить род человеческий. А я думал, что я его исправлю. А скажи, пожалуйста, отец его выпивал? Да, отец его алкоголик. А дед, а дед умирал от алкоголя, покончил с собой. Зачем ты вступила в брак? За этого человека. Смотрите, значит, нам нужно в брак вступать девочкам. Нужно смотреть, от кого я зачну, от кого я рожу детей, каких я рожу детей. Это девочка должна выбирать. Мужчинам иногда кажется, что они кого-то выбирают. Да это ерунда. Девочки выбирают. Это так, видимости. Ну, девочке иногда показывает, что она так вроде не возражает. Но она уже давно определила, за кого. Поэтому сегодня нам нужно вот этот момент изначально, априори называется, изначально. Нам нужно изначально посмотреть. Мы понимаем, с каким материалом мы имеем дело. Итак, если родился индивид, принадлежность к виду человекообразна, то дальше мы из него кого должны сделать? Мы должны из него образовать личность. Личность. Вот в чем дело. Личность. Сегодня на Земле живет сколько? Много. Ну, сколько? Сколько? Восемь миллиардов. Восемь миллиардов, точно. Точно. Летом 23-го года родился восьмимиллиардный человек. Сегодня на Земле восемь миллиардов человек. Вот это очень много, очень много. Примерно в два раза больше, чем положено жить на Земле. Должно быть четыре миллиарда. Вот сейчас будут четыре миллиарда сокращены. Сейчас уберут четыре миллиарда. Вот сейчас будет третья мировая война. Ковид, естественно, и так далее. Вот четыре миллиарда должны быть. Цель такая. Поэтому речь идет о чем? Все хорошо. Но Россия особое место. И так, я не просто так пришел сюда к вам. Я сегодня вот ищу, где может быть сегодня такой вот росток. Вот такой вот маленький островочек. Такой вот образовательный островочек. Где вот можно попробовать такой вот эксперимент. И если начнется вот этот город, через несколько лет превратится вот это, 50 тысяч человек в микрорайон, станет вообще другими людьми, здесь будут крепкие браки, например. Все зачатые дети будут рождаться, например. Матери их будут кормить своим молоком, своим молоком будут кормить. Женщина должна только своим молоком кормить. В советское время три дня не давали ребенка кормить. То есть, чего их лишали детей? Чего лишали детей? Молозива лишали. Молозива не давали. Сразу давали, сливали все молоко в один чан. Из этого чана давали. Молозива не давали. Сегодня эти женщины не имеют молока, кто родился. Нет молока. Молозива не дали. Не включили механизм. Надо запустить, называется запустить организм. Вот я не ел там по 10 дней, по 15 дней. Нужно запустить организм. Начать с какой-то пищи. Чтобы запустить организм. Вот это очень важно. Итак, мы базовые вещи прошли. Самое слабое звено в истории человеческого рода – образование. Домашнее образование в лице матери, отца, родственников, рода. И государственное образование, если оно есть. Оно функцию не выполнило, потому что на выходе мы видим очень много сбоя. Много сбоя. Браки не получаются. Не получается. Здоровья нет. Есть зависимости. Есть преступность. Есть прочие отклонения. Прочие отклонения. Я прихожу в некоторые дома брошенных детей, где дети без рук, без ног. Дети без ума, они уже никогда у них не будут. Почему? Я спрашиваю, почему? Вот родители алкоголики, родители наркоманы. Ну как же так? А скажите, пожалуйста, кто разрешил наркоманам вступать в брак? Кто разрешил? В некоторых государствах, такие уже в Норвегии, по-моему, уже не разрешают вступать в брак. Смотрят хорошо здоровье человека. Вам, говорят, не разрешаем вступать в брак. А теперь смотрите для девочек, какая интересная ситуация. Сегодня из 16 примерно молодых ребят один только идет в армию. Пригодин. Их 16 примерно один. Я все время разговариваю с людьми, которые в военкоматах работают. Скажите, как у вас сегодня? Они непригодны, говорят, для армии. А теперь я вам говорю, женщинам говорю. Они непригодны для армии, а для брака они пригодны? Мы сейчас сфотографируем эту ситуацию. Один мужчина и целая женщина. Вот сегодня у нас есть тот мужчина особый. Вы посмотрели, у него какие мышцы? Он сидит, какие у него мускулы. Понимаете? Один мужчина мне говорил, говорит, когда я не слушаю свою жену, я лежу в травматологической больнице. Поэтому он тихо сидит. Неправильно делает. Итак, о чем разговор? Нужно нам сформировать, или мы говорим, образовать личность. А еще лучше оккультурить личность через образование. И здесь у вас еще один есть положительный момент. Дети целый день находятся в данном учебном заведении, в данном пространстве. И что? Начинается дополнительное мощное образование. Что мне показал Владимир Михайлович в прошлый раз, когда я был здесь. Все. Достаточно этого. Недостаточно. Вот в чем дело. Недостаточно. Недостаточно. Этого недостаточно. Чем больше будет у вас векторов для дополнительного образования, тем лучше. А теперь, Владимир Михайлович, я вам скажу. Дополнительное образование вы можете сделать основным образованием. Где вы будете и физику учить, и химию, и биологию. Только не надо стремиться, чтобы они показывали результаты в дополнительном образовании. Играют в футбол. Не надо, чтобы они чемпионами становились. Нужно сегодня решить, что нужно нам ввести в дополнительное образование. Вот теперь понятный момент. В детском саду что ввести в дополнительное образование? Если у нас у ребенка, например, туберкулез. Или у родителей туберкулез. Отец алкоголик. Мать больная, инвалид. Сегодня у нас в России 20 миллионов инвалидов. Что? 40 миллионов пенсионеров. Что? Мы должны знать ребенка. Что ему дать? Вот в чем вопрос. Вот как пищу мы даем, белки должны дать, жиры дать должны, углеводы должны. Смотрите, мы смотрим в пище, в рационе. Углевод должен быть, жиры должны быть, и должны быть белки. Смотрите. Вот так же в ребенке. Мы смотрим. У него нет вот этого, вот этого, вот этого. Ему надо дать вот это, вот это, вот это. К чему я прихожу сейчас в своей жизни, занимаясь образованием? Я прихожу в своей жизни к тому, что на сегодняшний день нужно сложить тип личности. Вот для России должен быть тип личности какой-то. Для планеты Земля должен быть тип личности. С определенными характеристиками. Вот эти характеристики устойчивые. Одинаковые характеристики. Если эти характеристики будут отсутствовать, все, ничего не получится. Ни в браке не получится. Ни здоровья у этого человека не будет. Не будет характеристик. Должны быть характеристики типа личности. И мы должны подвести этого ребенка к этому. Смотрите. Я исповедую человека, значит, вора в законе. Я исповедую, например, женщину, которая там преступница страшная. Я исповедую человека-алкоголика. Я исповедую человека-наркомана. С ним беседую. Смотрите. Начинаю говорить про образование. Все. Не додала. Мать ему не додала. Отец не додал. Вели себя неправильно с ребенком. Понимаете. Все. Значит, если есть больной человек, есть сбой. Это плоды чего-то негодного. Если преступник. Смотрите. Кто такой преступник? Человек, который переступил закон. Он хочет переступить закон. Все идут работать, а он не хочет работать. Он пойди, хочет украсться и больше ничего не делать. Значит, в нем что-то не поставлено. Сегодня у нас время не только людей, которые привязаны к компьютеру. Сегодня у нас время еще кого? Эгоистов. Мы живем для себя. Вот мы сейчас ехали с Зинаидой Викторовной. И она говорит, какое время было хорошее. Мы раньше жили с соседями. Какое было хорошее время. Как спокойно все было. А сегодня, говорит, даже пообщаться особо не с кем. Мы эгоисты. Я живу для себя. Отец ребенку говорит, ты пойдешь сейчас во двор. Смотри. Если кто-нибудь пристанет, бей вот туда, бей. Удар сюда делай. Смотрите. Отец учит ребенка. Вы понимаете? Вот. Правильно. Поэтому на сегодняшний день мы эгоисты. Эго. Я живу для себя. Скажите, пожалуйста, воздух для себя существует? Разве воздух не для нас? Разве вода не для нас? Разве земля не для нас? Разве солнце не для нас? Давайте на солнце ругаться будем. Солнце, ты глупая. Солнце, ты никудришнее. Солнце, ты вообще никакое. Оно нас обижается? Не обижается. Значит, тип ли человека должен быть, такой тип человека, вот какой-то тип должен быть. И вот если бы я не пришел в церковь, если бы я не пришел бы к Богу, Господь меня не призвал в свое время, я бы ничего не понял в этой жизни. Я ничего не понял. Смотрите, мы за всю историю человеческой розы не исполнили ни одной заповеди, которую дал Бог. Ни одной заповеди. Ни одной. И я говорю, что если бы мы исполнили только одну заповедь на планете и земле, одну заповедь, только одну, то человечество уже было совершенно другое. Как вы считаете, какую заповедь? Заповедь любви. Заповедь любви. Только любовь, что такое любовь? Вот как мы понимаем любовь? Что такое любовь, как ты думаешь? Уважение друг к другу. Любовь. Вот любовь. Наверное, любовь это больше, ну действительно, забота. И вот, как я для себя понимаю. Вы знаете, вот смотрите, как хорошо она говорит. Она говорит, вот как я понимаю, вот на мой взгляд, вот это очень здорово. Мы сейчас рассуждаем, мы должны рассуждать. Вот я понимаю, что, допустим, для меня такая вот философия. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я должна относиться также к другому человеку. Идеальная, формула идеальная, формула идеальная. Смотрите, любовь, любовь. Любовь, значит, Господь говорит, заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Смотрите, первая фраза Христа. Бог родился на земле в образе человека. Смотрите, он на земле жил как человек. Все, он ходил как человек. И его принимали все за человека. Потом они ошиблись, что они ошиблись. Потому что человек творить не может то, что творил Христос. Он не давал лекарств людям. Он их освобождал от любой болезни, от любой. Даже проказа. Сейчас началась проказа. Болезнь проказа стала появляться. Прокаженные, что такое, гниет мясо до костей, заразные болезни, их держат в лепрозориях, в особых местах. Мы даже не знаем, где. Потому что это особая, жуткая болезнь. Человек просто гниет и умирает. Все. Он освобождает от проказа, освобождает от любой болезни. Крадоточивая 12 лет течет и женщина, и кровь. Все, она свободна. Нет лекарств. Нет операций хирургических. Он ничего не делает. Он не употребляет никаких наших средств. Ни воду не употребляет. Ни принимает какие-то травы, например. Он ничего не употребляет. И тогда люди начали понимать, что нет, что-то здесь ненормальность какая-то. Больше того, бесноватые. Сегодня огромное количество людей находится в психиатрических больницах. Смотрите. А это бесноватые. Я был в этих психиатрических больницах и видел их просто закалывают. Там такие уколы делают, что они бедные. Это несчастные люди. Они бесноватые. Больше того, он воскрешал мертвых. Мертвых воскрешал. Трех человек он воскресил, которые умерли уже. Один в четыре дня был мертв. Разлагаться стачил. Он ходит по воде. Смотрите. Он укращает бурю. Смотрите. И наконец он идет, когда он выполнил свою программу, все выполнил, он идет добровольно на смерть. Добровольно идет. Он добровольно идет. И дальше он воскрес, его видела женщина, увидела первая. Ученики разбежались. А женщины первые. Мария Магдалина, Мария Клеопова и другие женщины. Пришли, чтобы намастить его маслом. Смотрите. И вот этот Бога-человек Христос 40 дней ходит после этого. Он является учеником. Все время есть свидетели. Свидетели, свидетели, свидетели. Как наша встреча сегодня совершилась, есть свидетели. И никто эту встречу уже не отменит. Скажут, была такая встреча. Я свидетель, я свидетель, я свидетель. И съемка свидетелей. И вот Христос жил на земле свидетелей всего. Чудес свидетелей. Хождение по воде его. И, наконец, свидетели, когда он воскрес, 40 дней ходит, встречается с людьми, общается. Два раза приходит к ученикам. И, наконец, на глазах у свидетелей учеников он уходит туда, откуда к нам пришел в этот мир. И вот на сегодняшний день мы через систему образования за 20 лет ни слова о Боге, ни слова, ни слова о заповедях, ни слова ни о чем. Так как я человек такой упорный, и вот мне нужно понять до конца, я говорю, Господи, а что такое любовь? Да, ты заповедь даешь нам в любви. А сама любовь, что такое любовь? Ключевое слово вводим сегодня для сегодняшней нашей беседы. Вводим слово сущность. Что такое любовь, говорим, Господи? И Бог отвечает нам на любой вопрос. Он говорит, нет выше того, кто душу свою положит за други своя. Смотрите. А что такое душа, как переводится на наш язык? Душа как переводится. Видите, какие ключевые понятия. Почитайте переписку Пушкина со своей женой Натальей. Душенька моя. Он все время душа, употребляет слово душа. Четыре тома словаря Пушкина. Русский словарь Пушкина. Эфиопский еврей, который сделал русский язык, возвел на такой уровень. На высочайший. Четыре уме тома. Словарь языка Пушкина. Потрясающе. Душенька. Душа переводится на наш язык жизнь. Как и имя Ева, тоже жизнь переводится. Душа – это жизнь. Вот когда душа выходит из человека, тело наше быстро разваливается. Сто триллионов клеток в человеке. Шестьсот пятьдесят мышц. Все развалится, быстро распадается. Через год уже от человека ничего не осталось. И вот душа вышла. Душой надо заниматься. А кто, где есть предмет для души? Мы занимаемся телом. Нам нужно накормить, напоить, одеть, обуть тело наше. Дать ему отдохнуть, этому телу. И вот на сегодняшний день, как выстроить, Владимир Михайлович, систему, чтобы мы готовили какой-то тип личности, который нам нужен? Вот в моем понимании, в моем понимании, вот это дополнительное образование должно нам что-то вложить. Вот какие нам надо дать виды спорта? Не просто так батут там, прыгаем на батуте, понимаете? Зачем он нужен, батут? Какие нам виды нужны? Спорт не нужен, вообще спорт не нужен. Самые несчастные люди – спортсмены. Наркотики и деньги. И слава. Я все время смотрю, например, как спортсмены профессиональные уходят из жизни. Они уходят, алкоголики становятся, наркоманы становятся. Но их уже забыли, о них уже никто не помнит. Вы видели Пеле, когда был Пеле уже в конце своей жизни? Он уже в кресле ездил, он ходить даже не был. Когда он с Путиным встречался, он был в кресле, все в кресле, он ходить даже не был. Вот такой конец их. Когда-то я был молодым и прочитал книжку одного удивительного человека, про Нурми такой был, бегун про него. Какой-то швед или норвежец написал. И он там показывает больницу, где лежат эти спортсмены. Это страшно, мне запомнилось. Мне было там 20 лет, я не знаю, сколько. Мне запомнилось это. Вот очень важный момент. Где мы видим недостатки и где мы видим какие-то отклонения в ребенке? Мы видим в поведении его. Вот японская школа, я занимался японской школой, да? Учат их социальной адаптацией, социальной адаптацией учат японской школы. Смотрите, всех сажают на горшочек, все сидят. Они едят пищу, все вместе они должны есть. Они все время следят, чтобы они были социально адаптированы. Никаких резких движений. Сегодня Япония, Япония, как один из штатов Соединенных Штатов Америки, сколько у них там, вот 52 штата, и вот один из штатов Соединенных Штатов Америки, они на сегодняшний день показывают лучшие результаты. В 2020 году было у них 60 тысяч человек, которые достигли 100-летнего возраста. Население Японии примерно такое же, как в России. У них 129 миллионов человек. У нас чуть-чуть побольше. На самом деле у нас меньше, потому что у них здоровое население. Вы увидите, японцы сразу его отличить от всех. Они все с водой, они все время пьют воду. И очень мирное, мирное население, очень мирное. Очень мирное. Все время живут для других. Социальное. Откуда они взяли эту систему? Из Советского Союза. Система Советского Союза. Когда Хрущев встречался с Кеннеди в Америке, он ездил, да, то Кеннеди ему сказал от всего мирового сообщества, мы признаем советская школа лучшей в мире сегодня. Советское образование было лучшим в мире. На тот момент. На тот момент. Сегодня нужно другое образование. Вот это начало всех началов. Итак, смотрим на поведение и начинаем давать. Смотрите, в каждом возрасте надо дать что-то. Все нужно успеть дать до 11 лет. До 11 лет надо дать. Почему? Почему до 11 лет? В 11 лет начинает формироваться половая функция. И дети становятся неуправляемые. Поэтому самый страшный и тяжелый класс – это 5 класс. Там много учителей, во-первых, много мам будет и много пап. И самое главное, что мы еще переходим туда, мы вот уже теряем уже контроль. Все. Мы уже не знаем, здесь уже мы не принадлежим себе. Если мы до 5 класса нас не поставили личностные характеристики, устойчивость какую-то, понимание предметов, все, ничего не получается. Ничего не получается. С 5 класса начинаются сбои. Кто-то хорошо учился, 1-й, 4-й класс, 5-й класс и пошло плохо. Тяжелый класс, самый тяжелый класс, 5-й класс. Очень важно. Но самое главное, что начинается параллельно формирование половой функции. Вот она сбивает все. Все нарушает, все сбивает. Поэтому что здесь можно сказать? Можно сказать, что на сегодняшний день можно исправить вот эту тему. Очень тему. То есть, если мы придаем значение, например, могли бы передать значение, например, дополнительному образованию, например, особое значение, тогда мы должны с вами хорошо понимать, как нам высвободить время. Времени не хватает. Как высвободить время? Чтобы у нас было свободное время у детей. Чтобы больше отдать времени дополнительному образованию. Телефоны забрать. Телефоны забрать. Отлично. Что нужно сделать? Вот если у вас будет, вы сумеете, вот, кого-то убедить, уговорить, чтобы вам дали строчку эксперимент, тогда можно было бы ввести одну очень важную вещь. Можно было бы ввести систему погружения. Что это такое? Мы не 6-7 уроков провели бы, 6-7 предметов, а всего 1-2. Вот где ответы на все вопросы. Мы сегодня занимаемся только физикой. И химией, например. И все, и больше ничего. 6 часов занимаемся физикой и химией. Если вы сумеете выйти на этот уровень, вы выскочите сразу. У вас будут, во-первых, одни отличники. Никаких двоих не должно быть. Двойка это учителю ставится. Учитель не дал ему что-то. Дома никаких заданий не должно быть. Родителям нельзя отдавать детей. Они не знают, что с ними делать с детьми. А если одна мать, что она делать будет? Поэтому сегодня дети должны в школе проводить или в детском саду все время основной крови. И самое главное погружение. Два-три предмета максимум в день. Но зато сели, сели и уже основательно выучить этот предмет. Основательно. Вот вы знаете, ко мне приходят и говорят, вот помолитесь за меня, владыка. Я там завтра должен сдавать экзамен или через три дня. Хорошо. Ты экзамен. Какой ты будешь сдавать экзамен? Я буду сдавать физику. Ну, хорошо. А ты будешь что сдавать? А я буду сдавать химию. Хорошо. Осталось два-три дня до экзамена. Я им говорю простую вещь. Смотрите. Говорю, начинайте готовиться. Готовиться начинайте. Открывайте последнюю страницу учебника и 20-30 раз смотрите ваш предмет. Ага. Параграф первый такой-то. Второй, третий, четвертый. Всего там 10-15 параграфов. Между ними еще что-то. Тем. Все. Предмет. Надо понять предмет химия. Спрашиваю, чем химия отличается от физики? Простые элементарные вещи. Дальше я говорю, в каждом, в каждой теме, смотрите, смотрите, смотрите в каждой теме. Например, атом. Что такое атом? Что такое молекула? Что такое клетка? Каждый раз разговариваю, что такое клетка? Не знаю, что такое. Ну, как ты будешь сдавать химию? Поэтому, говорю, когда ты начнешь сдавать любой вопрос, который тебе попался, любой вопрос, который попался. Ну, когда ты начнешь сдавать экзамен, ты сразу скажи, химия – это наука О. Физика – это наука О. Русский язык – это наука О. Все, сразу учитель поймёт, ты понимаешь, ты смотри, как он размышляет. Сейчас я скажу, что нужно поставить. Потому что мы записали с вами слово «поставить». Поставить. Если мы не поставим что-то, ничего не получится. Так вот, вопрос заключается в чём? Что всё, а дальше, говорю, если ты будешь знать только одно хотя бы, вот из химии ты должен знать, ну, хотя бы клетка что-то такое. На самом деле, ты должен вот эти искомые точки, эти темы искомые, которые мы проходим, он должен точно знать, что такое атом. Он должен знать точно, что такое элемент. Он должен знать точно, что такое вещество. Не понимаю совершенно. Спрашиваю пятый класс, какие предметы были в четвёртом классе. Я не помню. Шестой класс, какие были предметы в пятом классе. Не помню. Смотрите, мы желаем что сделать. Мы сегодня пришли в школу, чтобы получить аттестат. Мы приходим в институт сегодня, то есть получаем профессиональное образование, чтобы получить диплом. Вот у нас в Москве продавали диплом, продавали метро Дзержинская, это напротив КГБ. В переходе продавали дипломы о высшем образовании. Все подписи были, всё как положено. Не хочешь учиться, иди купи диплом себе. Рядом с КГБ. Такая штука интересная. Поэтому на сегодняшний день вот это очень важно. Итак, что нужно сегодня, на мой взгляд, на мой взгляд, можно было бы ввести в школе, чтобы вам вот как-то можно было бы вашу школу отличить от чего-то. Вот от чего-то отличить. Первое мы с вами сказали, что нужно что-то поставить. Что поставить? Вот поставить нужно. Нужно у ребёнка, который родился разбалансированным, новорождённый, родился разбалансированным, в нём нужно поставить что-то. Вот мой опыт, я в прошлый раз поделился этим опытом только по одному предмету. То, что я сейчас напишу. Вот Владимир Михайлович был, и несколько было человек из коллектива вашего. Я сказал, что нужно поставить. Поставить надо внимание. Вот это должен делать детский сад. И первый, и четвёртый класс. Внимание. Второе нужно поставить память. Третье нужно поставить речь и голос. Речь и голос. Голос. Четвёртое надо поставить рассуждение. Пятое нужно поставить понимание. Шестое надо поставить творчество. Седьмое нужно поставить терпение. Восьмое нужно поставить ответственность. Девятое нужно поставить служение. Хотя бы это. Смотрите. Это подготовка. Детский сад готовит материал. Он этого ребёнка готовит. Смотрите, он пришёл в первый класс, у него уже внимание поставлено. В условии внимания ман. По-немецки ман человек. Где мы ещё видим ман? По-немецки ман. Это человек. Это качество человека. Если нет внимания. Смотрите, я разговариваю с вами. Вам смотрю в глаза. Всем в глаза смотреть. Потому что глаза – это душа наружу. Всё. Если у него есть память у ребёнка. Понимаете? Я тысячи песен знал. Тысячи. Я мог петь двое-трое суток подряд без перерыва. А теперь смотрите, что я вам хочу сказать. Я разговариваю с баянистом. С баянистом разговариваю. С человеком. Он директор Дворца культуры самого большого в Нижнем Новгороде. Вадим такой есть. Он директор. Он депутат районного совета. Я говорю, Вадим, давайте с тобой сделаем сборник песен. Он говорит, отлично. И он мне говорит, когда я был молодой в советское время, мы с женой так мало зарабатывали денег, я ходил, подрабатывал. Куда ходил, подрабатывал он, если он играл, баянист был? На свадьбы ходил, на свадьбы. В пятницу начиналась свадьба. Вечером. В субботу она уже была в апогее. В воскресенье она заканчивалась. Три дня. Без перерыва пели до 500 песен все полностью. На память. 400-500 песен. Посмотрите, какой народ был удивительный. Сегодня мы с вами начинаем петь. Все пишут по бумажке. Один куплет знает, два куплета знает, три куплета. Все. Мы даже не знаем вот этого дела. Поэтому первый, четвертый класс нужно поставить и память. Понимаете? Посмотрите, я читаю, например, дневник читаю Джона Кеннеди. Джон Кеннеди. Вот мы говорим там, патриотизм. Вот как Джон Кеннеди выражает патриотизм. Смотрите. Когда в будущем каждый из нас предстанет перед высшим судом истории, который определит, исполнили ли мы наш долг перед Родиной, то чем бы мы в прошлом не занимались, о наших успехах и наших неудачах, будут судить по ответам на четыре вопроса. Были ли мы людьми истинно смелыми? Были ли мы людьми трезвомыслящими? Были ли мы людьми безупречно честными? И были ли мы людьми беззаветно преданными своему делу? Смотрите. Я выучил это наизусть. И уже в тысячах аудиториях я говорю, память, моя память. Надо по памяти что-то говорить. Я пишу стихи. Хотите, я вам стих прочитаю? Вы очень хотите, чтобы я прочитал? Вы уверены, что вы хотите, чтобы я прочитал? Снова я в больнице, но уже в другой. И медсестры, и врачи другие. Все. Я так устал, что только здесь на море я ощутил покой в морской волне. Все. Я люблю... Вот белый стих люблю. Вот это очень... Вот мне такие стихи нравятся. Когда я вот с вами расстанусь, я какой-нибудь стих тоже напишу о нашей встрече. Пошли дальше. Речь и голос. Все, что у меня есть в моем организме, что есть во мне, мне нужно все поставить в движение, чтобы оно было в норме. Но если у меня голос, я же должен говорить, я должен уметь управлять голосом. Я знать должен тональность, в какой лучше. Я должен петь уметь, но петь я обязан уметь петь. Я должен речь, я должен говорить, выражать свои мысли. Смотрите. И если мы берем этот комплекс весь, смотрите, дальше уже рассуждение. Смотрите, два рассуждения и понимание, чем они отличаются. Я рассуждаю, как нужно с детьми разговаривать. Вот когда я с маленькими детьми разговариваю, я всегда говорю, скажи, чем ложка отличается от вилки? Чем весна отличается от осени? Чем дуб отличается от березы? Я все время говорю, чтобы он размышлял, чтобы он рассуждал. Не получается. Базовые вещи не знаем. Например, мы говорим, чем береза отличается от дуба, а не знаем, что такое дерево. Мы говорим, этот хоккеист, а этот волейболист, а не знаем, кто такой человек. Рассуждение. Мы рассуждаем о чем-то, но не все понимают. Так, за кого же мне выйти замуж? У этого длинный нос. Хорошо. А у этого деньги. За кого? Рассуждаем. И, наконец, вступили в брак. Ошиблись. Потому что не понимают. Не понимают. Нет понимания. Понимания. Нам, мы, творческие создания. Нас научить надо творить. Стандарт образования делает людей узкими. Он не дает нам свободы творчества. Смотрите. Две точки. Вот здесь вот плюс, а здесь минус. И мы можем до бесконечности говорить об одном и том же. До бесконечности. Смотрите. Сегодня определение культуры, 500 определений культуры. 500 терминов определения культуры. Как кем пользуются. Потому что мы можем бесконечно смотреть. Иван Айвазовский написал 6 тысяч картин о море. 6 тысяч. Он писал их бесконечно. Даже Федор Михайлович Достоевский пришел и говорит. Ну вот ты как Александр Дюйма. Одно и то же. Одно и то же пишешь. А он в дневниках пишет о Айвазовских. Да нет. Я хотел совершенства достичь в море. Вот показать. Совершенное море показать. У меня целая концепция возникла по Айвазовскому. По его морским этим пейзажам. А другой человек, которого вы все знаете. Антон Павлович Чехов. Приходит к Айвазовскому. Он приезжает. Он в Феодосии жил и говорит. Смотри. У тебя даже ни одной книги нет. Ты вообще какой-то неучил. Он говорит. У меня книг нет. Потому что я на все имею свое мнение. Смотрите как здорово. Я на все имею свое мнение. Мне книги не нужны. У меня есть свое мнение. Поэтому вот этот диапазон огромный. Понимаете. Мы можем бесконечно говорить. И можем на один и тот же предмет. Сколько будет людей один и тот же предмет. Море там. Дом. Описывать. Все покажут его по-разному. Поэтому рассуждение мы можем рассуждать сколько угодно. Понимаем мы или не понимаем. И вот здесь на этом уровне. Вот на этом уровне. Все ошибки людей. Вот на этом уровне все ошибки человечества. Ошибаемся. Все время ошибаемся. Зачем я изучаю законы физики, химии, биологии. Потому что это объективные законы. Вот я сейчас хожу с вами разговариваю. А внутри меня мой организм работает независимо от меня. Все функции, которые у меня есть в органах и системах, они действуют независимо от меня. О чем я говорить буду, они свое дело делают. Вот это очень важный момент. Поэтому нам нужно подготовить вот этих детей, чтобы они были. Нам нужно поставить ответственность. Ты отвечаешь за свой поступок. Подумай сначала, порассуждай сначала, прежде чем совершаешь. Спрашиваю людей, которые сидят в колониях, которые больные. Больные. Смотрите, вы пятый раз лежите в больнице. Смотрите. С одним и тем же. Я когда пришел из армии, у меня язвы, дюнасы, персты, кишки была. Хронический колит, хронический холецистит. Гланды удалили. Апендикс удалили. Посмотрите. Что делает человек, когда атомный взрыв? Что он должен делать? Он должен накрыться в ростуне и ползти на кладбище. Так вот, мне нужно было, наверное, умереть легче. Потому что уже эта язва, она меня сживала. Молодой парень, здоровый, я из армии пришел. Я служил в Германии. И она сжует меня, эта язва. По два-три раза во всех московских больницах я лежал там каждый год. Понимаете? Один раз даже с дочерью Хрущева. Да. И вот вопрос в чем? И вдруг, сколько можно, сколько я перепил этих таблеток? Сколько этих лекарств, сколько этих снимков сделали, понимаете? Рентген просвечивают. Ничего сделать не могут. Ничего врачи не могут сделать. И в 25 лет я стал заниматься собой. Сам стал заниматься. Все, больше я не обращался к врачам. Все. Вот мне сейчас 80 лет, больше я не обращался. По этому поводу. Значит, у нас есть всегда возможность все изменить. У ребенка болен, у ребенка аллергия, у ребенка что-то такое. Все можно изменить. Но наше дело с вами поставить. Надо поставить что-то. Что-то поставить. Нужно все органы системы ребенка поставить в нужное качество. Вот это первое базовое вот это дело в моем понимании. В моем понимании. И служение. Ответственность служения. Ну, когда мы живем на земле, нам нужно обязательно терпение. Потому что терпения, оно, его не хватает. Особенно педагогам и всем прочим. Вот это моменты такие, очень важный момент. Понимаете, очень важный момент. Для того, чтобы нам хоть как-то вот ориентироваться в том, о чем мы сейчас говорим. Ну и, конечно, сейчас я хотел бы вот добавить, что в школе бы, на мой взгляд, было. Значит, нужно нам развить тело. Все ли виды спорта нам подходят? Вот все ли виды, ну хорошо, физической культуры нам подходят? Физической. Все ли? Вот я сразу говорю, например, футбол нежелательно. Изнурительная игра, изнурительная. Бессмысленная игра. Вот что бы я прям с детского сада, с детского сада, шахматы, с детского сада. Внимание будет хорошо очень поставлено. Будет рассуждение поставлено. Очень хорошо. Когда мы с вами смотрим учениц Виннер, который занимается гимнастикой, вы плохо понимаете, что девочкам трехлетним ломают позвоночники. У них нет никаких менструальных циклов. У них ничего нет. Они даже не знают, что это такое. У них главное, чтобы они стали чемпионками, понимаете. Их натаскивают. А в 11-12 лет их выкидывают, а они никому не нужны. Они уже никому не нужны. Поэтому есть какие-то виды спорта, которые не нужны. А есть, которые вот очень хорошо. Понимаете, вот шахматы, они ставят логику. Ставят терпение. Внимание ставят. Умение рассуждать. Умение понимать. И волю ставят хорошо. Волю на победу, понимаете. Вот все в моем понимании. В моем понимании нужно обязательно, чтобы они играли в маленький теннис. Виртуальный шарик, маленький вот такой, малюсенький шарик. И вот этот шариком, смотрите, японцы лучше, китайцы лучше всех играют в теннис. Смотрите, маленький шарик. Как можно им управлять, смотрите. Какая штука. А большой там, долби, там, Ельцин, помните, бил. Да, любил очень теннис. И, конечно, мы состоим на 78, на 82-3 процента из воды. Нам нужно плавать. Плавать обязательно нужно. Все, все с водой, все с водой. Земля вся с водой. Воздух с водой. Все с водой. Все, все. Любое растение, любое мясо. Все, что... Все. Вот рыба из воды состоит. Вода. Кстати, я не ем 53 года мяса. Мясо я не ем. 53 года. Хорошо. Вот. Да. Хорошо. Поэтому плавать. Если возможность есть плавание. У вас есть в детских садах? В детских садах, да. Отлично. Просто отлично. Дети плавать должны очень хорошо. Это очень хорошо. Некоторые дети боятся воды. Боятся. Хорошо. Вот хорошо бы добавить городки и лапту добавить бы. Вот городки и лапта. Здорово. Мы это попробовали. Я уже попробовал. Я опробировал 68 программ. Дали прекрасный результат. Прекрасный результат. И вот смотрите. Лапта и городки. Так нравятся детям. Очень здорово. И для мальчиков и для мужчин волейбол. Не будет половая функция беспокоить. Только волейбол. Ни баскетбол. Ничего. Волейбол. Вот волейбол здорово. Вот волейбол здорово. Вот это здорово. Сейчас же все женщины придут. Мужьям скажут, что волейбол. Это очень хорошо. Волейбол. Вот волейбол. Ну баскетбол придумали негры. Это все не то. А вот волейбол очень хорошо. Хорошо. Вот смотрите. Борьба. Она укрепляет сердце. Борьба. Вопрос не в том, что. Она вот сердце. Делает очень хорошим сердце. Все. Больше. Вот. Я бы больше ничего не предложил. Это очень. Бокс. Ну что это бокс. Самый. Как вы думаете. Вот вам тест маленький. Самый тяжелый вид спорта. На ваш взгляд. На ваш взгляд. Самый тяжелый. Самый безобразный. Самый ненужный вообще. Биатлон. Биатлон. Футбол. Отлично. Самый вот неприятный. Просто поразмышляем. Тяжелая. Она не просто атлетика. Она тяжелая атлетика. Какой самый вид. На ваш взгляд. Бег. Кстати. Бегать. Человек не должен бегать. Он должен ходить. Видите. Я не специально встал. Чтобы мне ходить. А вы сидите несчастные. И все. Понимаете. Вам уже конец. Фигурное катание. Значит. Смотрите. Вот. Я пришел к выводу. Самое страшное. Хоккей. Объясняю. Любой вид спорта. Мы на земле. Даже прыжки с трамплина. Мы на земле. А хоккей становится на лезвие. На лезвие стал. Смотрите. На груз. На лезвие стою. Стою. Да. Дальше. Сюда наложил. На локотник. Сюда наложил. На голову одел. Понимаете. 70 килограмм навесил. Закрыл. Дальше. Смотрите. Что происходит. Где я нахожусь. Не на земле. На льду. Дальше. Смотрите. Меня. Или об лед ударили. Или об борт ударили. Или клюшкой ударили. Или вот этим налокотником. Которым ударили. Смотрите. Стараются в зубы там ударить. Выбить зубы. Или шайбой. Шайба летит со скоростью 180 километров в час. То есть человек, который находится на хоккейной площадке, он обречен. Обречен на травмы. Все обречен. Зачем? Для какой цели? Ну, я не говорю про женский спорт профессиональный. Это вообще другая тема. Поэтому вот такой момент может быть. Пошли дальше. Думаю, что хорошо было бы, если вы очень большое значение придали бы ОБЖ. Большое значение ОБЖ. Да. Потому что ОБЖ нужно человеку для жизни. Очень хорошо. Если бы оно было бы, например. Вот. Я думаю, что было бы очень замечательно, если бы вы в школе вели моделирование. Моделирование для всех. Особенно для мальчиков. Моделирование. Самых первых классов. Вот самых первых классов. Может быть, уже с детского сада. Моделирование. Потому что это творческий процесс. Он сразу дает. Он тоже, как шахматы, ставит все на свое место. Очень-очень хорошо. Очень хорошо. Что хотел бы еще, чтобы было обязательно. Вот. Спортивное ориентирование. Очень тоже хорошо. Вот. Спортивное ориентирование. Потому что мы можем попасть в экстремальную ситуацию. В лесу, на воде. Плавать должны дети научиться в детском саду. Первый и четвертый класс. Они должны плавать просто хорошо. Я сейчас перестал плавать. Я 27 лет езжу в Крым. 27 лет. Но сейчас, в последние годы, уже перестал в море заходить. Как вы думаете, почему? Как зайду в море, через 5 минут уже в Турции оказываюсь. А там надо проходить через контроль, понимаете. А паспорт с собой не возьмешь и не пропускают. Вот. Вот такая штука интересная, да. Да. Нырять дети должны уметь хорошо. И хорошо ориентироваться в воде. В воде. Очень хорошо. Кстати, через воду, питье воды, употребление воды, скажем. Через купание. Вот. Даже от многих болезней дети могут освободиться. Особенно вот в детском возрасте, в детском саду. Особенно. Могут освободиться через только воду. Замечательно было бы, если мы с вами чай бы не пили. Особенно в пакетиках. Вот пить-то нужно только воду, чистую воду. Чистую воду. Вот это идеально. Даже не кипятить ее до 100 градусов. Потому что это мертвая вода уже. Надо чистую воду давать детям. И сами, самим пить воду. Очень хорошо. Очень хорошо. Вода нужна очень. Чтобы хорошая вода была, хотя бы вы налейте из-под крана воды. Если у вас нет там этого очистителя. И поставьте ее на ночь. Пускай она ночью постоит. Две трехлитровых банки. Или там три двухлитровых банки поставьте. И все время ее доливайте. И все время у вас будет вода. Отстаиваться вниз будет идти нехорошая. А более-менее вода будет чистой. Нормально. Обязательно нужен хор, чтобы был. Был и театр. Хор и театр нужны. Театр нужен обязательно. Чтобы дети умели отрабатывать уже свое будущее поведение. И можно короткие делать спектакли, короткие сцены. Даже вот по заповедям. Заповедь любви той же, например. Пожалуйста. Заповедь служения, например. Какая-то. Заповедь помощи какой-то. По-любому. По любой теме можно делать маленькие постановки. По любой теме. Вот любая тема. То, что вы хотите в будущем от этого ребенка ожидаете. Вот они могут уже это сыграть. А не проиграть. И они уже закрепят в своем характере, в своем поведении. В своей мотивации какой-то. Уже вот это вот нужный навык. Это очень хорошо. Очень хорошо. Хор нужно обязательно. Смотрите. Мы не поем сегодня. Мы пьем. Вот. А не поем. Петь нужно обязательно. Когда мы поем. Все. Вот совершенно все включается. Вот прямо я чувствую. Вот даже я сейчас говорю. У меня все включилось. Здесь работает. Мышцы работают. Нужно обязательно петь. Много петь. Очень хорошо. Очень хорошо. Я желал бы, чтобы дети занялись родоведением. Нужно изучать свой род. Мы сегодня единственный народ в мире, который не знает свое родословное. Я приезжаю в Италию, например, говорю, сколько поколений вы знаете? Мы знаем 20 поколений. Я приезжаю в Сербию. Сколько вы знаете поколений? 15 поколений. В Сербии, смотрите, есть черная книга. В Сербии. В каждом доме есть черная книга. Что это такое? Это все, кто умирают, записывают имена. И говорят, какая она была. Мы сегодня с вами упоминаем там, ну, Глафиру, например, упоминаем. Я упоминаю учительницу мою была первая. Глафира Александровна. Да. Но я же не знаю, какая она была. Мы сегодня не знаем свой род. А если бы сейчас с нами здесь в классе оказались бы наши родственники, которые жили до революции 1917 года, они знали свое родословное прекрасное. А мы даже не знаем родословное. В советский период нам отменили нашу родословную, чтобы мы ее не знали. А если бы вы сейчас узнали свою родословную, вы столько открыли бы, что вы похожи не на папу и на маму, а вы похожи вообще на прабабушку. По своему характеру. Вы там до четвертого класса были похожи на маму, а потом стали похожи на тетю свою. Вот я знаю сейчас, я живу время своей тети, например, моей крестной матери, сестры моей матери. Я ее время сейчас живу. Да. Вот заповеди, басни, когда вы читаете басни, это заповеди. Это заповеди, это басни. Конечно, Пушкин много заповедей перевел в некоторые сказки. То есть сказки – это заповеди Бога. Басни и сказки – очень важный момент. Очень важный момент. Вот три предмета должны идти вместе – родоведнее, краеведнее, домоведнее. Вот все, что касается будущей жизни ваших детей, детей, что касается дома, они все должны уметь готовить пищу. Они должны быть чистоплотными. Они знать должны гигиену. Они должны знать профилактику. Вот это нужно дать строго. Прямо вот это поставить нужно в детском саду и в первых четырех классах. Это материал, который потом будет или состоится, вот то, что делает детский сад, или состоится, или не состоится. Знаете, что я делал? Смотрел, как детские сады работают. Я, например, ходил, ходил, ну, каждый день я хожу, стараюсь ходить. Вот вчера ходил, там, два с половиной километра прошел босиком, вот, прошел. Каждый день 8-10 километров хожу. И вот я хожу, там, когда еще в городце я был епископом, да, то я прохожу там по парку, и здесь детский сад. И вот в детском саду выводят группу, группу выходит, садится воспитательница, стул садится, и сидит. Тетя Нюня, она сидит. А дети в это время, они не играют в футбол, они просто бьют по мячу. Иногда проскакивают, бьют по ноге. И они здесь творят таких, кто что хочет, она сидит просто. Она просто сидит. Отдыхают на свежем воздухе. Два притопа, три прихлопа. Вот этот момент очень важный. То есть, мы вышли, вышли действительно там на свежий воздух. Мы должны знать, зачем мы вышли, зачем. Вы знаете, что в советское время зимой детей выносили спать на улицу. Вот, видите, закаливание кожи. Закаливание кожи. Пожалуйста. Все, отлично. Сегодня позволят это родители сделать или нет? Понимаете? Поэтому научить готовить пищу. Пищу готовить. Всех детей провести через это, чтобы они умели готовить пищу. Или обязать родителей, чтобы они научили готовить пищу. Спрашивают, чем борщ отличается от чей. Светом говорят. Больше ничего. Не понимают, о чем разговоры. На мой взгляд, что нужно обязательно? Гимн школы у вас есть? Нужны гимн школы. Гимн детского сада. Нужно имя школы. Вот мне показалось, что у вас хорошо было, если ваш комплекс, это была бы школа имени Александра Невского. Лучший из представителей рода Юриковича. Лучший, я им много занимался. Но всеми, и Владимиром, и всеми остальными. Но вот Александр Невский, лучше его никого нет. У него 8 слав. Я записал 8 слав. Я служил епископом там, где Александр Невский окончил свою жизнь. Смотрите. Вот любая тема, которая нам сегодня нужна, она вся отразилась в личности Александра Невского. Он прожил всего 43 года. Смотрите, его родословное. У него прекрасные родители. Ярослав отец и мать Феодосия. Они стали святыми. У него прекрасная была жена Александра. Она стала святой. Смотрите, он был семьянин. Прекрасный. Пять детей, трое святые. Смотрите, он непобедимый воин. Все время воевал. Все время был в меньшинстве, и был моложе тех, с кем воевал. И всегда побеждал. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, просто сегодня не это тема. Он шесть раз ходил в Орду. И в Каракарум, в том числе, в столицу Монгольской империи. Он ходил шесть раз, и все время цель достигал, которая ему нужна была. Он был прекрасный дипломат. Он был защитник церкви. Много раз приходили от Папы Римского, Иннокентия IV, посланники его, чтобы он перешел в католичество. Он не пришел. Он был прекрасно осведомлен, что церковь должна быть обязательно во главе всего. Дальше он принял монашество перед своей смертью в Граце. И дальше он стал святой. Но куда уже лучше. Из рода прекрасного, родословное прекрасное. Воин непобедимый. В пять лет его постригли, уже воины, постригли воины. Пять лет. И ни одного поражения. Все, его не в чем упрекнули. Дипломат. Все время только победы. Семенин прекрасный. Патриот. Ну, конечно, патриот. Конечно, он свою душу отдал за людей. 43 года ушел из жизни. Его отравили в Орде. Поэтому вот Александр Невский хорошо. И вот у нашего президента есть тема Александра Невского. И есть тема Александра. И патриарх наш. Когда был референдум нашего народа, то наш народ высказался за Александра Невского. Какого хотите правителя? Хотим быть, чтобы был правитель похож на Александра Невского. Идеально. Вы сказали в прошлый раз, что вы интересуетесь тем, что было в советской школе. То есть советская школа вас интересует. Смотрите. Вот эти классы, которые можно... Классы, имена могут иметь классы. Вот класс иметь, например, там, вот, имена какие-то. Например, имя кого-то. Вот. Или класс это... Или это отряды. Или это общины. Или это общины. Смотрите, у вас 20... 30 тысяч человек. Смотрите, какая община. Огромная. Это весь... Все наше государство. Все слои. Здесь у вас родители, инженеры, и врачи, и кого там только нет. Смотрите, красота. Поэтому, вот, я думаю, что можно было подумать, произмышлять, что каждый класс тоже чем-то отличается со своей вот речевками своими, своими там особенностями. Что я попросил бы вас обязательно сделать? Обязательно ввести календари. Вот, когда я был епископом, вот, значит, в Граце, я ввел 6 календарей. И когда у нас были календари, по календарям очень легко делать мероприятия и программы. По календарям легко. Что такое календарь? Какие-то даты, которые для нас являются особными. Я ввел 6 календарей. Смотрите, первый календарь. Первый календарь церковный, неподвижный. То есть, все одно и то же 500 лет назад, 700 лет назад, одно и то же. Неподвижно. Вот Рождество Христово. Вот вам, пожалуйста, Воскресенье, Пасха, пожалуйста, в одно и то же время. Вот Рождество Божьей Матери в один и тот же день. Все. Вот устойчивое, все устойчивое. Дни святых каких-то. Все устойчивое. Поэтому календарь церковный. Второй какой устойчивый календарь? Природный календарь. Весна, осень, зима, лето. Мы меняем в это время пищу, мы меняем в это время одежду. Все устойчивое. И праздники весны, праздники лета, праздники зимы, они тоже могут иметь место. Очень хорошо. Дальше календарь родовой. В каждой семье календарь нашего рода. Мы такого сегодня не знаем. Дни рождения нашего, дни бабушек, дни памяти наших родственников. Календарь родоведческий. Календарь краеведения. Краеведческий. Смотрите, календарь краеведения. Поднимите людей, кто жил раньше здесь. В честь кого улицы. В честь, какие замечательные люди здесь жили. Поднимите этих людей. Устройте ради них какие-то торжества. Дети уже войдут в свою историю. Эта история, ваш предмет. И, конечно, государственный календарь. В государственном календаре 9 мая для нас. То есть 9 мая, день победы. Вот календари. Я большое значение придаю музеям как образовательным центрам. Музей – образовательный центр. И музей должен все время наполняться. У меня был центр, где было 8 музеев. В одном центре 8 музеев. Потому что музеи можно самое различное сделать. И пусть сами дети собирают и складывают этот музей. Что на сегодняшний день сложно очень у нас? У нас сложно сегодня. У нас нет мировоззрения и нет идеологии. В Конституции запрещена идеология. Я думаю, что сейчас будут какие-то изменения, потому что общество требует, чтобы у нас была идеология. Что такое идеология? Это национальная идея. И что мы строим, куда идем? Что мы вообще строим? Какое общество? Куда мы идем? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он был премьер-министром, он проводил совещание и говорит, а куда мы вообще идем? Мы же должны знать, что мы строим. Ну вот такой момент, такой момент, момент. Что нужно поставить в детях с самого начала, с детского сада? Нужно поставить самовоспитание, самообразование. Нужно поставить в ребенке мотивацию на самосовершенствование. Тогда мы не будем делать то, что мы делаем. Мы сегодня делаем, ага, никто не видит, мы что-то совершили. Вот смотрите, как вы думаете, вот у Бога есть цель о человеке или нет? Как вы думаете, ваше мнение? Вот Бог творец этого мира, и в конце своего творения Он творит человека. Как вы думаете, на ваш взгляд, у Бога Творца есть цель о человеке? По образу и подобию с ним создавал человек. Ну, чтобы люди, мы же живем, даже хотим мы этого, не хотим, будем жить. Все живое и ищет выход. Поэтому хотим, если проголодались, будем искать еду. Это будем. Есть у Бога цель о человеке, о природе человека? Идеально. 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 Давайте еще порассуждаем. Вот есть у Бога цель. Почему должна быть у Бога цель о человеке, о качестве природы человека? Почему? Почему? Смотрите, я вам сейчас говорю то, что вы никогда даже не додумайтесь. Бог сотворил этот мир, Бог в конце творения по своему образу и подобию сотворил человека, смотрите, и отдал ему живую планету Земля в управление. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Он отдал человеку это, а человек не в норме. Алкоголик, блудник, развратник, матершинник, алкоголик. Смотрите, как можно ему, такому человеку отдавать эту Землю? Смотрите, что мы с ней сделали. Воду отравили, воздух отравили. Посмотрите, что с Землей сделали. Мы нефть назад не закачаем, газ назад не закачаем, изумруды назад не закачаем. Смотрите, мы все, мы разрушили эту планету через человека. Посмотрите, Бог ожидает от человека и говорит свою цель какую? Будьте святы, яка я свят, Господь Бог ваш. Смотрите, когда Христос родился в образе человека, Бог родился в образе человека и пришел на Землю, в Нагорной проповеди, когда вышел Христос, на проповедь он говорит, будьте совершенны, ибо совершен Отец ваш Небесный. Потому что мы несем ответ за что? За наши мысли, за наши слова, которые говорим, и за наше поведение. Вся наша жизнь, мысли, желания, слова и поведение. Все больше ничего. Вся жизнь. А посмотрите, сколько разрухи, сколько горя, сколько войн. За последние пять тысяч лет было на Земле 14 тысяч войн, через которые ушло из этого мира, просто так, 4 миллиарда человек. Просто так. Вы посмотрите, живой человек, полковник военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Летит, несет бомбу атомную. И бросает на живых людей на Хиросиму. Потом отлетает и на Нагасаки. Когда я ребенком еще в школе учился, был первый фестиваль дружбы народов в Москве, и я увидел фильм, как бросили атомную бомбу на Хиросиму, вот он стоит передо мной. Два человека стали разговаривать, осталась на асфальте тень только от них. Тень осталась. Вот стоит, мне было там, ну я не знаю сколько там, 8 лет, 7 лет. Тени. И вот сейчас уже все готово для третьей вот этой мировой войны, ядерной войны. Поэтому сегодня этот человек бросил две бомбы, этот полковник. И когда он умирал, его спросили, скажите, пожалуйста, ваша совесть мучает или не мучает? Он говорит, нет, я спокоен. А как же так? Вы смотрите, сколько людей, вы смотрите, что сделали. Я выполнял приказ. Хороший приказ. Он мог, как человек нормальный, если он был бы нормальный человек, отказаться от этого? Конечно. Потому что это был просто эксперимент над японцами. Их надо было наказать, и их наказали. Вот у меня есть книга «Премьер-министров Японии», «Премьер-министров Японии», книги. Они говорят, что каждый японец утром просыпается и смотрит, сразу спрашивает, не бросили на нас атомную бомбу? Они уже напуганы на всю жизнь. У них уже мотивация страха жизни. Они трясутся. Все. Когда американцы к ним приезжают, они их боятся, трясутся. Вот так они их проучили. Понимаете? Поэтому вот это очень важный момент, нам чтобы нужно. То есть подбор, не просто там спорт какой-то, просто какой-то. Все должно подбираться. Все должно подбираться. Что мы даем им? Зачем даем им? Вот зачем именно это физическое действие? Зачем этот кружок? Зачем эту секцию? Зачем это действие? Самое главное запустить руки. Детский сад запустить руки, руки запустить руки. Чтобы у них руки работали в детском саду. Сильно работали, чтобы они к земле прикоснулись, к снегу прикоснулись, к воде прикоснулись. Они ко всему должны прикоснуться. Дети все должны делать руками. Они слышат, понимают, только руки, когда работают. И дети, которые прошли через это, они совершенно другие, когда врастают. Надо подготовить их к первому, четвертому классу. Не только их научить писать, читать, а самое главное вот это. Вы учите русский язык? Знаете, да? вот я с такой старой уже дряхлой, я иногда путаюсь уже, вот путаюсь. Вот сейчас хожу и думаю, вот как написать 7 прибавить 5, 11 или 11? Я не думал, вы хоть бы меня предупредили, что я среди гения. Это первый раз. Знаете, студенты даже, студенты нет внимания, внимания нет, не поставлено внимания. Да, вот это, да. Вот самосовершенствование, вот человек не должен успокоиться, вот надо же, я лишнюю рюмку выпил, ну как я мог сегодня выпить лишнюю рюмку, как? Вот если это не включится, бесполезно человека, жена говорит мужу, ты алкоголик, он говорит, да я знаю, что я алкоголик. И он спокойно к этому да я алкоголик. В чем опасность алкоголя? Алкоголь опасность в чем? Алкоголь отключает волю сознания. Я не контролирую свое поведение. Поэтому есть поговорка пьяного моря по коленам. Я вас умоляю и прошу вас с детьми. Много надо, очень много всяких вот этих вот пословиц, поговорок надо. Пословица у нас. Смотрите. Без Бога не до порога. Смотрите, что посеешь, то и пожнешь. Смотрите, на этом можно построить всю систему образования. Что посеешь, то и пожнешь. Мамочка, чем вы недовольны? Вы посмотрите, какого ребеночка вы к нам привели. Вы посмотрите на ребеночка, это ваш ребеночек. Вы посмотрите, это вы его привели к нам. Посмотрите, что вы с ним делаете. Что посеешь, то и пожнешь. И что сегодня система образования дает, то и мы жнем эти плоды. Почему нам надо сегодня изменить систему образования и попробовать эксперимент какой-то где-то? Потому что сегодня мы с вами имеем единственной на планете Земля самую большую территорию. Такой территории ни у одного народа мира нет. Ни у китайцев, ни у американцев, ни у кого. В Индии даже ни у кого нет. Наша территория сегодня 17,5 миллионов квадратных километров. Такой территории ни у кого нет. Такой замечательной территории ни у кого нет. У китайцев на их территории даже пустыня Гоби. А у нас вся таблица Менделеева. Все, что хотите. Золото, алмазы, вольфрам, молебден. Что хотите. Все, что хотите, все есть. Мы единственный народ в мире сегодня, который имеет столько природных ресурсов, которых не исчерпаем. А уж я не говорю про Северный полюс. Поэтому на этой земле должны жить люди особого типа личности, которые сумеют защитить это. Но у нас нужно сделать три действия для каждого правителя. Для каждого правителя. Надо свою территорию культурить, то есть возделать. Из 500 терминов, которые есть определение культуры, я пользуюсь термином возделывания. Культура это возделывание. Надо возделать. Нам привели ребенка в детский сад. Вот надо из него возделать. Сделать совершенную личность. Вот то, что в личности и то, что отличает личность от индивида, это культура. Она не передается по наследству. Новый ребенок опять его надо будет возделывать. Вот это очень важный момент. Поэтому мы видим у Льва Толстого 9 детей, 9 детей, и у всех жизнь сложилась не очень хорошо. Старший там лев алкоголик и так далее. Маленький нюанс, маленький нюанс. Это проблема школы. Именно не школы, не высших учебных заведений, а школы. Вот самая главная проблема школы. Давайте все-таки попробуйте высказаться. Самая высшая проблема школы, на ваш взгляд, на ваш взгляд. Только погромче говорите. Родители. Родители? Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Рассуждаем. формализм, формализм. Формализм. Да, формализм процесса. Стандарт. Что? Регламент. Ну, стандарт. Регламент. 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 Оторванность от жизни. От жизни? Да. Однозначно. От оторванности. От реальной жизни. Мне кажется, это престиж учителя. Как? Престиж учителя. Вот, на мой взгляд, самая страшная проблема, самая фундаментальная проблема школы. Дети, которые есть, они не способны воспринимать материал, который дают им взрослые. Смотрите, наука взрослых. Сами ученые не понимают, что они делают. А это дают маленьким детям, которые вы должны сегодня усвоить. Смотрите, Достоевский для детей писал произведение, Толстой для детей, для взрослых. А мы это даем детям. Теперь смотрите, с пятого класса начинается специализация. У нас приходят разные учителя. Учитель знает только один предмет. А мы заставляем детей выучить столько предметов, чтобы они знали досконально. А мы, например, химик не знает, что такое физика. Физик не знает, что такое биология. Я думаю, что вот это фундаментальная проблема, как нам, этим детям, дать то, что взрослые для взрослых писали. Мы им говорим, ну давайте, напрягите, напрягите. Они вы никогда не задумывались, почему в четвертом, пятом классе нет химии? Да, я вам скажу, потому что внутри человек еще не сформировался. Когда он химически сформируется до конца, ребенок, в каком у нас начинается химия? В седьмом? Вот, к этому времени он начинает уже что-то там, потому что он не сформировался еще. Вот в чем вопрос. Такая штука. Поэтому то, что мы сегодня ожидаем от детей, значит, в детском саду, детям надо дать возможность, чтобы они ко всему притронулись, все попробовали. Слова наши они не слышат, они не слышат слова, они только действие слышат. Вот мне очень нравится чтобы мы ввели в систему нашего образования, нашего образования тему такую мотивация. То есть мотивация это некое действие, да, которое побуждает вот воспитываемого нами, учащегося нами, там, и так далее, на какое-то действие. Вот смотрите, как я понимаю мотивацию. Мотивация, смотрите, есть мотивация страха. если ты плохо закончишь этот год, велосипед не куплю. Мотивация выгоды есть, мотивация интереса есть. Смотрите, выгода, интерес, надо уметь пользоваться мотивациями разными. Интересно. вот мы например говорим, надо танцевать, надо танцы. Танцы, песни должны быть, игры должны быть, танцы, песни должны быть. Смотрите, мы говорим танцы, ну давайте потанцуем, потанцуем, да, потанцуем, ну там, что там, танго, танго, фокстрот, так, вальс, нет, должны быть танцы, танцы Танцы брака, танцы весны, танцы Дня Победы. Смотрите, это другие танцы, танцы Победы. Смотрите, это же другое совсем дело. Так же и песни мы поем, понимаете, и вон день, День Победы, сразу что-то появляется в человеке. Понимаете? Поэтому здесь нужно вот эти вещи, ничего в системе образования случайного не должно быть. Все должно быть на своем месте. И вот мотивация, очень важная еще мотивация, на мой взгляд. Какую мотивацию мы ставим? Родители ставят мотивацию страха. И выгоды. Если ты сделаешь, то я тебе. А если не сделаешь, то я тебе. А ты мне ничего не сделаешь. А я тебе в ювенальную юстицию, на тебя в суд. Класс. Дожили 21 век. Да. Все. Вы знаете, очень важный момент еще поставить решимость. Вот воля. Вот тема воли очень важная. Вообще тема воли очень важная. Воли. Вот тема воли. Смотрите, мы, дети, играли там футбол, понятно, там, ну, что-то. Мы играли, вот начинаем играть там волейбол, футбол, мы все доделаем до конца. Сегодня я смотрю, начинаю, иду, площадка, дети играют в футбол. Я смотрю на них. Смотрите, они играют, играют, все, играют. Остановились, вдруг начинают разговаривать. Слушайте, потрясающе. Опять, ну, говорят, побеги. Все, игра закончилась. Нет целеустремленности. Сегодня ввели слово целеполагание. Вот мне оно не очень нравится. А вот стремление к какой-то цели, вот какая-то цель должна быть. Завершенно. Почему сегодня это? Потому что люди живут в квартирах сегодня, и детям не дают никаких заданий. Когда люди жили в детской, в сельской местности, да, я разговаривал, когда я еще был подростком, да, я уже разговаривал, говорю, а скажите, а чем вы занимались? Я, говорит, например, должна была кормить животных. А я должна была давить. А я должна была пасти. Смотрите, у каждого было свое дело. И все переходили из одного дела в другое. А сегодня в квартире какое дело? Владимир Михайлович, я обращаю ваше внимание. И вот всех тех, кто здесь присутствует, обращаю внимание. Не давайте узкой специализации. Он и в шахматы должен играть. Он должен уметь на коньках кататься. Он должен уметь на лыжах кататься. Он должен плавать. Все должно, вот все должны, дети, начиная с детского сада, все пройти. Вот когда они все прошли, у них агрессия уйдет. Один из моментов нашего сегодняшнего, просто характеристики ужасной нашего образования, мы осуждаем друг друга. Когда человек начинает кого-то осуждать, он отказывается от него. Смотрите, кого мы осуждаем. Мы своих... Смотрите, народ правителей осуждает. Правители – народ. Учители осуждают учеников, что они не такие. Родители говорят, ты знаешь, ты закончишь там. Ладно, скоро кончится все. Потерпи. Вы смотрите, что мы делаем. У нас сегодня нет единого народа. Мы население. Мы просто население. Нас надо сделать народом. И вот здесь 50 тысяч, которые живут, людей, можно сделать их единым народом каким-то, когда будут общие праздники. Школа, на мой взгляд, ваша школа, ваша школа, должна стать ядром вот этого всего микрорайона. Она должна стать ядром. Приглашайте сюда всех людей на праздники, на какие-то действия, на какие-то викторины, на какие-то, ну, события. Все. Приглашайте. Не только родителей. Чтобы школа ваша стала центром. Лучший детский сад, лучшее ваше начальное образование, лучшая школа для девятого класса. Итак, первое, начинаем с чего. Последнее, вот я заканчиваю. Первое вот чего. Значит, мы должны оккультурить через погружение вот индивида, из него оккультурить, сделать личность. Оккультурить личность. То есть, вас сделать личность. Через что? Через предметы, через погружение вот эти вот, через секции, кружки там и так далее, через дополнительное образование. Вот. Как мы с вами сказали, мотивация, рассуждение и понимание. Вот мотивация. Нам нужно создать мотивацию, чтобы дети рассуждали. А не чтобы рассуждали. Кстати, если у вас будет по два-три предмета максимум в рабочее время, то есть в день, то вы не обязательно должны 45 минут работать. Вы можете работать сколько угодно. Причем вот так вот не садитесь один за одним. Сели по кругу. И вот, чтобы все работали. Надо работать над темой. Химия, физика. Работать. Чтобы они добывали знания. Не давать готовый. Не давайте готовый материал. Пусть они его добудут. Задавайте вопросы. Сегодня, если мы скажем, какая самая большая проблема в человечестве, вот, это отсутствие или слабая мораль, нравственность и духовность. То есть все преступления, разводы, измены, аборты. Ну, что бы мы ни взяли сегодня, все связано или слабая мораль, это нет совести. Нравственность – это жизнь по заповедям. А духовность – это дары святого духа. Я сейчас просто не хочу включаться в это. Потому что иначе мы надолго здесь задержимся. То есть все, вот я смотрю, например, предатель. Все понятно, почему предатель. Мораль, нравственность. Мы даже про духовность не говорим. Мораль и нравственность. Все. Развод – мораль, нравственность. Измена – мораль, нравственность. Голубые, серые, зеленые – мораль, нравственность. Что угодно. Слабая воля – все. Первая, дальше проблема какая – отсутствие мировоззрения и идеологии. У нас нет мировоззрения. Мы не понимаем, как мир устроен, как он произошел. Смотрите, учим физику, химию, биологию, а мы не понимаем, как устроен мир. Физика и химия, и биология между собой хорошо интегрируют. А мы, люди, не интегрируем между собой. Я думаю, что сегодня проблема на Земле еще из-за того, что отсутствие Бога Творца как высшего непререкаемого основания, начала и авторитета. Вот у нас нет единого сегодня авторитета. Смотрите, Сталин был 30 лет у власти. Люди на войне умирали за Родину, за Сталина. Смотрите. Пришел Хрущев, сказал, Сталин – враг народа. Это нехороший человек. И все приняли. Это маленький пример. Вот это очень важный момент. Ельцин был нормальный человек. Он был первый секретарь Свердловского обкома партии. Он был строитель профессиональный. Был прекрасный руководитель. Я много людей встретил, которые с ним общались, когда работали с ним. Но когда я с ним встретился уже, уже на закате его, он пошел на вторые выборы. Я часа три провел вместе с ним. Он уже был просто алкоголик. Он даже не разговаривал. Он стакан выпил коньяка. Все, давай сфотографируемся. Понимаете? Что сделали с человеком? На глазах просто. А нормальный был человек. Поэтому на сегодняшний день нет эталона. Вот эталона нет. Вот эталона. Единый у нас должен быть эталон. Это не человеческий эталон должен быть. Потому что всяк человек есть ложь. В каждом человеке что-то есть не совсем. Бог должен быть эталоном. Вот если бы Бог сегодня был для планеты Земля, для всего человечества эталоном, вот для нас это высший авторитет. Все тогда было бы. Многое стало бы на свое место. Я пришел к выводу, что сегодня в России самое слабое место. У нас нет устойчивого уклада земной жизнедеятельности. Нет устойчивого уклада. Вот эта вот урбанизация, вот эта жизнь в квартирах, она нас привела к тому, что мы не знаем, что делать. Сидим в этом вот закутке, в этой тюрьме сидим, понимаете, и не знаем, что делать. Люди в сельской местности, которые жили, наши родственники, которые жили там, все было понятно. Вот лес, вот река, вот озеро, вот пруд. Все понятно было. Они знали. Я спрашиваю детей, скажи рыбу какую-то, знаешь. Две-три рыбины называют больше. Птиц каких знаешь. Ну, воробьи, галки. Даже галки не называют. Вороны там. Ничего не знают. Мы оторваны от реальной жизни. Мы оторваны сегодня от реальной жизни. И самое страшное, как я вам уже сказал, что мы даже пищу сегодня нам, кормушки устроили, магазины, кормушки. Что дадут нам, то и дадут. Вы хотя бы смотрите, что там написано, что вы покупаете. Я проводил огромное количество вот всяких учеб и говорил, пойдемте сейчас в магазин. Пошли в магазин, говорят, покупайте. Они купили. А теперь посмотрите, что вы купили. И когда я им рассказывал, что они купили, что эта ешка обозначает, что и эта ешка, они понимали, что вот уже онкология тебе. Вот она вся. Я помню, такой момент был, значит, сколько у вас сейчас в детском саду один день питания? 143 рубля. Сколько? 143. 143. А я когда был, значит, у меня был с 12 года я был по 23 год. С 12 года был епископом. Я был представителем Крадиационного совета всех глав администрации. В некоторых районах было 55 рублей в день. Я был поражен. Меня в детский сад как-то пригласили. Все, и сказали, потом сели за стол. Говорю, скажите, а сколько у вас питания? 55 рублей. А что можно за 55 рублей накормить ребенка? Какой пищи? Я говорю, а у нас там лучший был в России, в городце был лучший в России молочный завод был. Я говорю, вы ходите у Квасникова и все покупаете? Она говорит, да что вы, что вы? Мы покупаем самые низшие. И если мы детям даем такое молоко, которое месяцами стоит и не портится, что будет с ним? Какой мальчик эту силу будет иметь? Какой он защитник будет отечества, понимаете? Поэтому питание, пища должна быть хорошее. Хорошее должно быть. Чистая вода должна быть. Вода хорошая должна быть. Пища должна быть хорошая. Воздух должен быть. У вас все есть. У них все хорошо. У вас есть крупные заводы здесь? На некотором удалении, но есть. Я пойду, сейчас скажу ее, чтобы закрыли. Вот. И, конечно, вот я сказал уже, отсутствие пищи, которую сами вырастили. Очень важный момент пищи. Очень важный момент пищи. Вот. Вот. То есть, подводим итог. Подводим итог. Вот сегодня отсутствие эталонной системы образования. Можем писать, образование через тире, оккультуривание. От зачатия, правильного зачатия, до родов. От родов до детского сада или школы. Или школы до шести лет. И дальше до окончания профессионального образования и вступления в брак. Вступление в брак – все. Больше мне никто ничего не прибавит. Вот какой я вступаю – все. Вот я уже тот личность, та личность, которую сформировали материнская школа, отцовская школа, родовая школа, детский сад, начальная школа, основная школа, институт. Все. Больше мне ничего не прибавит. Я вам открою даже тайну, когда люди вступают в брак, начинается период деградации. Потому что перестаем учиться, перестаем над собой работать, заниматься. Если ваши мужья там занимаются такими делами, сегодня, смотрите, отработают люди. Сегодня ГЗОД не работает, ГЗОД не работает. Работает по 11, по 12 часов. Приходят домой, да, сначала идут в спортивный зал, часов в 9, в 10 вечера. Потом часов в 12 поедят хорошо и ложатся спать. А после 6 вечера уже нежелательно вообще пищу употреблять. Потому что она будет мертвым грузом лежать до утра. И гнить будет там. Поэтому сегодня вот этот момент такой вот очень важный. Нужна система вот этого образования. Все.